Продолжаем модернизацию Урала от МЗ. Сейчас я хочу на него внедрить подвеску от ВПЛ. Подвеска, так как ВПЛ идет 18 масштаб, а МЗ ближе к 16, соответственно он крупнее. И подвеска прям сюда не подойдет, если вы купите просто от ВПЛ. Она будет маленькая, потому что у него и мосты больше, и ширина в раме больше. Что я сделал? Я увеличил подвеску от ВПЛ. И сейчас ее буду сюда устанавливать. Но немножко и мосты разные. Есть нюансы. Смотрите, что я сейчас буду делать. Я сейчас сниму мосты и просто соберу тележечку. Еще одна часть у меня печатается на принтере. Сейчас, пока я буду разбирать мосты, она допечатается на эту сторону. И еще буду печатать под мосты такие площадки, которые будут прикручиваться, пятачки. А в чем нюанс? Вы сейчас увидите дальше. Я разбираю и потом вам все показываю. Я уже переделывал однажды МЗ. Подвеску уже такую ставил. Поэтому опыт небольшой есть, но есть уже, как говорится, небольшие наработки. Один мост открутился. Сейчас надо открутить карданчик. Разобрал и смотрим, значит, как у нас тут все устроено. У нас у МЗ крепятся рессоры на болтики сюда. А на подвеске ВПЛ мы так не можем сделать. Нам надо, чтобы мы изнутри закручивались. Потому что там были проходные длинные саморезы. А так как мы не совмещаем, как говорится, ВПЛ с МЗ, у нас этих болтов нет. Что мы будем делать? Смотрите, здесь у нас отверстий нет. Но мы сейчас с вами попробуем сделать вот так. У меня есть вот такие болтики разной длины под шестигранник. Мы сейчас с вами засверливаемся. Они на 2,5, потому что у нас здесь крепежи под 2,5 мм. Мы сейчас с вами двоечкой засверливаем и пробуем выбрать оптимальную длину. У меня есть на 10, на 12 и какие-то коротенькие, наверное, на 6, что ли. Да, на 6, вот, вот, посмотрите. Это как на мостах такие шпенечки ставятся. Ну, ладно, короче, с внутренним шестигранником. Вот, просверливаю насквозь. Закручиваю сначала маленьким, ну, для пробы. Вот, если все держится хорошо, то мы же сюда сейчас еще напечатаем такие платформочки, к которым будут прикручиваться вот эти тяги. Кстати, забегая вперед, мы эти тяги потом тоже переделаем на шарнирные такие. И нам надо выбрать такую длину, чтобы мы смогли и загрутиться туда, как говорится, насквозь. И осталось место еще здесь под, как говорится, крепеж вот этой площадочки. Вот, сейчас вы поймете, о чем я говорю. Сейчас я отпечатаю до конца. Вот, и уже будет это более наглядно, более понятно. Если ничего не получится, значит, мы поставим сквозные 2-х миллиметровые винты, у меня длинные, и сделаем здесь углубление, как бы в потай, и насквозь, и с обратной стороны будет гаечка. Вот, но это уже, если не получится, вот как я изначально задумал. В принципе, сейчас я вот это делаю. Как раз это будет видеоинструкция, потому что мне заказали такую же подвеску на МЗ. Вот, я ее еще немножко вот так раз модернизирую, чтобы человеку было более понятно и более удобно собирать. Либо, если кто хочет, можно заказать прям собранную, со всеми болтиками, со всем. Вам просто придется просверлить здесь отверстие. И вот ту рессорину, которая у него идет, ОМЗ, ее придется там чуть-чуть, по-моему, подрезать. Я вот сейчас попозже вам все покажу. В общем, прикрутил. Так, буду сейчас дорабатывать подвеску. Немножечко я упустил момент, то что вот эти вот крепежи, они тоже не совпадают. Надо сейчас будет на несколько миллиметров увеличить площадочку, вот эту, и чтобы по второму болту закрутить. И вот здесь то же самое. Получается то, что одна совпадает, вторая нет. Соответственно, тоже сейчас ее раздвину немножечко. Сейчас перепечатаю. Когда уже будет все прикручено, тогда буду уже отрезать сюда и подгонять рессору. Удлинил. Теперь будет все идеально. Так что прикручиваем и печатаем оставшиеся. Заменил все проушины. Отпечатали все проушины. Заменил. Все сошлось, все хорошо прикручиваем. Вот и все. Снизу подвеска выглядит так. Кардан пока что еще выскакивает, потому что верхних фиксаторов нет. Ну а так вот оно, как получается. Верхние части тоже откручиваем и жду, когда сейчас перепечатывается. Когда переделываешь какую-то деталь, не всегда может все подойти. И все учесть невозможно. Вот сейчас буду делать, сейчас печатаю уже усовершенствованное. Отпечаталась еще одна. Значит, смотрите, в чем разница. Это уже была увеличена, не ВПЛ увеличена. И вот еще я ее увеличил, чтобы совпадало. И дальше. У ВПЛ она встает вовнутрь. А на МЗ такого нету посадочных. И я сделал, чтобы этой выемки не было, а резьбы было побольше. Чтобы крепилось понадежнее. Так, для сегодняшнего финального, так сказать, для сегодняшней финальной установки нам понадобятся вот такие винтики с внутренним шестигранником. Вот. Но чтобы нам это все собрать, нам потребуется еще вот такой вот инструмент. Шестигранник здесь не полтора, а 1,27. Вот. Я давно уже купил себе такие отверточки. Есть у меня обзорчик на них. Вот. Я и 0,9 купил, и 1,3. Вот у меня там несколько моделей. Вот. И нам понадобится 1,27. Так. Откручиваем, значит, нижние проушины. Так. Винты все у меня на 2,5. Так. И насквозь. Теперь закручиваем нашу, так сказать, шпильку. Ну вот. И вот так это уже будет. Собираю вторую сторону и делаю уже рессору. Посмотрим, как, чего, какие нюансы еще выплывут. Из-за того, что вот эти винтики под шестигранник на 2,5, которые немножко прослаблены. И в пластике держатся, ну, как бы закручиваются, но очень слабо. Вот. Я решил сделать по-другому. Просверлить насквозь и закручивать не через весь мост, а отсюда, снаружи, заподлицо. И уже рессора, она прикроется. Поэтому делаем немножко, модернизируем. Как говорится, прям по ходу. И посмотрим, что из этого получится. На будущее в проекте, наверное, я изменю и сделаю сразу отверстия сквозные отсюда. Кто приобретает без винтиков, размер 2,5 на 12, вот которым я пользуюсь. Вообще, на всей подвеске, которую я делаю, только один болтик М3, остальные все М2,5. Ну все, прикручиваем к мосту. Кстати, на мосту есть еще выступы. В чем держалась родная рессора. Я сейчас пробую прикрутить прям так. А если будет плохо смотреться или плохо держаться, то придется их, наверное, от моста спилить. Ну сейчас посмотрим. Спиливаем вот эти вот элементы. Они нам больше не понадобятся. Небольшой еще момент просверливаем насквозь двоечкой. Отсюда убираем все ненужные элементы, чтобы было ровно и с этой стороны, и с этой. И собираем. Вот так это выглядит с этой стороны. Вот они потайные. И сюда проушины. Пока до конца не собрали, не забываем воткнуть кардан. Готово. Лево осталось только за рессорами. Так, займемся рессорами. Разбираем полностью подвеску. И смотрим, что и как. Так, смотрите. Еще один небольшой нюанс. Рессоры у МЗ шире, чем у ВПЛ. Соответственно, они сюда входят впритык. Я сейчас немножечко расточу, чтобы они заходили. И покажу, как мы их будем устанавливать. Так, смотрите. Нашел я, значит, стоковую рессору от ВПЛ. Вот, и смотрим. Так как мы всю подвеску увеличивали, как бы, по ширине, в основном. Вот. И немножко по длине. Она у нас сюда подходит впритык. Ну, в принципе, она будет работать. Давайте посмотрим, прикрутим, вот, как это будет выглядеть. Если она подходит, то вы либо покупаете такие рессоры, либо от МЗ просто сейчас отпилим так же. И все. В принципе, хватает. Но, единственное, что мы элементы увеличили, и отверстие немножко не подходит. Поэтому, все-таки мы сейчас длину... Длину мы сейчас делаем по ней. Вот. А отверстие, получается, будем новые своих делать, сверлить. Одной рессоры не хватит вам на две стороны. Поэтому будем отрезать чуть-чуть с запасом. Так, длина ВПЛ-овской рессорины 10 сантиметров. Вот. А я хочу померить, какая у нас размерность тележки, получается. 11. Я буду делать 11, чтобы при всяких изломах она не выскочила. Так, смотрите, по поводу рессорта. Все я сделал. Просверлил я отверстие. Значит, дополнительное. Вот. Но, просто сверлить я не рекомендую. Я пробиваю пробойничком с двух сторон туда-сюда, чтобы отверстие тоненькое появилось. И уже дремелин просверливаю. Аккуратненько, потихонечку. Так. Последние нюансы. Значит, так как МЗ-овская рессора шире ВПЛ-овской, вот. Я не стал, значит, растачивать вот эти, которые я сделал элементы. Я взял и увеличил в проекте ширину. И теперь у нас сюда без проблем она заходит. Вот. Все. И она теперь будет здесь стоять. Сейчас я, значит, меняю предыдущую. Одну я поменял. Сейчас я меняю сюда. И уже прикручиваю рессоры. И смотрим, как это будет смотреться. Рессору согнул примерно как ВПЛ-овскую. Чуть-чуть посильнее, чтобы была пожестче. Ну все. Подвесочек готова. Смотрим, что у нас получилось. Расширил. Очень хорошо все ходит. Туда, сюда. Вот. Все. Рессоры гуляют. Все. Мосты ходят. Подвесочка живая. Все хорошенькое. Оп. Все. И по поводу мостов. До конца они сходятся. И кардан везде ходит. Так что, вот такая вот подвесочка у нас получается. Еще буду маленькие разные нюансики со временем дорабатывать. Вот. Но это уже будет чисто эстетический вид, скорее всего.